Этот аппарат основан на интеллектуальной микросхеме SECM. Но в этом плане системы можно также использовать очень много функций. Данный прибор служит для выполнения многих функций. Например, стабилизация давления. Проведение лазерного лечения. А также массаж. И вот сейчас все, кто знаком с расческой, уже наверно поняли, в чем отличие, в каких двух функциях отличие расчески от нового Ишо Кана. Во-первых, это лазерное лечение. Во-вторых, это гибромассаж. Поэтому те, у кого есть расческа, сейчас могут себе отметить, что у нового аппарата есть свои определенные особенности. А также, что у нового аппарата. А также, что у нового аппарата. Ишо Кан. Ишо Кан. Потому что вы можете заметить разницу во внешности этих аппаратов. Ишо Кан. 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 Они стабилизировали биоток в организме человека. Сын в день, это в день, 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 день. Какое влияние оказывает биоток на наш организм? Мы сейчас оглядываемся в сэн в день и о нём. Давайте посмотрим, что такое биоток и как он влияет на организм. Сын в день и в день и в день и в день, Вы знаете, что основой жизненного процесса является движение электрических заряентов. То есть можно сказать, что организм обладает таким феноменом, как биоток. Но в ренту́рите в международном сознании он обязан заставить его не знаю. Каждая клетка в нашем организме имеет как положительные заряды, так и отрицательные заряды. Вы знаете, что у клетки есть клеточная мембрана, и наружная сторона мембраны заряжена положительно. Внутренняя сторона мембраны заряжена отрицательно. Если клетка в正常, то количество электронов на мембране и внутри мембраны одинаковое. Когда в клетке возникает какая-то проблема, то и возникает разность потенциала. Это свидетельствует о том, что появились аномальные изменения. Когда в клетке появляются аномальные изменения, то в ткани, в которой находится эта клетка, тоже появляются аномальные изменения. И человек таким образом заболевает. Но вы знаете, что в жизни часто так бывает, вы беретесь за какую-то кучку металлическую или за какой-то предмет, и чувствуете, как вас ударяет ток. В этот момент, когда вы встречаетесь с такими случаями, те заряды, которые находятся на поверхности мембраны, они выходят из организма. Если часто появляются такие явления статистического электричества, то это означает, что в общем функции организма снижается. Если вы человек, с которым часто случаются такие моменты, то есть вы излучаете электричество, это свидетельствует прежде всего о том, что в разнице потенциалов вашего биотока случилось какое-то нарушение. И что же нужно делать? Нужно скорее координировать разность потенциалов. Какие же симптомы в организме показывают или рассказывают нам о том, что биоэлектричество случилось неплохо? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Во-первых, это высокое или низкое артериальное давление. Нестабильное давление говорит о том, что нестабильное биоэлектричество в организме. Везапные головные боли. То есть, что нестабильное давление. Нестабильное давление. Свидетельствует о разности потенциалов в клетках головного мозга. Если возникло в организме, то есть истабильное давление. Это тоже нестабильное давление. Шул в ушах, навязчивые сновидения, головные боли, головокружение. Это все свидетельствует о разности электрических потенциалов. Гиперлипидемия. Многие люди, когда присутствуют на лекции, засыпают. Это говорит о том, что липиды повышены в крови. Если какие-то раны на теле, маленькие раны долго гноятся и долго не заживают. Это тоже говорит о дисбалансе биотока. Если есть, то есть, что липиды повышены в крови. То есть, что липиды повышены в крови. Все симптомы, которые описаны на экране, свидетельствуют о беспорядочности биотока в организме. Как же появляется дисбаланс, расстройство биотока? Что же нам нужно с вами делать в обычной повседневной жизни, чтобы стимулировать координацию или регуляцию биотоков организма? Во-первых, нужно ходить босиком. Это то, что не каждому из нас доступно на сегодняшний день. Если вы ездите на море и ходите босиком по камушкам или по песку, это как раз стимулирует координацию вашего биотока. Во-вторых, это частые водные процедуры. Вы знаете, что вода – это самый лучший проводник электричества. Но, в два первых условия, не каждый день нам приходится выполнять. Еще есть один способ. Это использование физиотерапевтического прибора, который обладает функцией регуляции биоэлектричества. Вы знаете, что если биоэлектричество не регулировано в организме, это сказывается на функциях каждого органа, а со временем это влияет на появление различных болезней. Если мы понимаем вот эту вот важность биоэлектричества для нашего организма, мы должны каждый день выполнять какие-то действия для того, чтобы сбалансировать это электричество. Каждый день ходить босиком – это, конечно, невозможно. Каждый день безотрывно время постоянно соприкасаться с водой тоже невозможно. Но зато возможность пользоваться терапевтическими аппаратами, которые балансируют биоэлектричество. Как же быть? Это очень просто. Каждый день вы выполняете такую процедуру. В одной руке вы держите металлический корпус, вторая рука пальцев второй руки в естественной форме соприкасаются с зубчиками аппарата. Расческу и шелка, вы знаете, это общая черта, вы в руках держите одинаково. Как только у вас появляется дома свободное время, выполняйте, пожалуйста, такую простую процедуру. Если вы едете на машине или летите на самолете, вы всегда можете достать приборы из сумочки и провести вот такую простую процедуру. Если вы едете на самолете, если вы едете на самолете, то, что вы едете на самолете, то, что вы едете на самолете. Нам нужно с вами заиметь такую привычку, то есть в каждый удобный момент доставать аппарат, и этим самым мы поможем своему организму сбалансировать биоток. Вы знаете, что сейчас у многих часто болит голова. Если вы приносите этот аппарат к больному месту, то через три минуты будет боль уменьшиться. То есть, что это происходит, потому что очень быстрым образом балансируется разница электрических потенциалов. То есть, можно сказать, что в каком месте на вашем теле не возникали болевые ощущения, значит, в этом месте возникает дисбаланс электрических потенциалов. Например, зубная боль можно прикладывать местное к зубам. Через три минуты вы почувствуете облегчение. Если у вас очень сильные боли, то можно еще включить режим вибрации. Если вы, например, шли по дороге и случайно спохнулись, то у вас отек или покраснение на ноге. Это означает, что этот аппарат к зубам не применится. Это как раз говорит о том, что дисбаланс электрических потенциалов произошел. Вы сразу же приложите этот аппарат на больное место. Через три минуты вы почувствуете облегчение. Или, например, у вас резко внезапно почувствовали боли в желудке. Так что это произошло от спазма в желудке. Так что этот спазм в желудке – это означает, что вея не применится в желудке. Как раз о разнице электрических потенциалов. Поэтому в тот же момент приложите аппарат на место, откуда исходит боль. Обязательно нужно соприкосновение с кожей. Нельзя сходить одежду проводить процедуру. Через три минуты вы почувствуете облегчение. В чем здесь принцип работы? В том, что балансируется биоратон в организме. Такой симптом, как боль, можно объяснить с точки зрения биоэлектричества. С точки зрения разницы электрических потенциалов. Так вот, я еще раз повторю, что самое большое отличие и общая черта между расческой и новым аппаратом – это в том, что они балансируют биоток. Они разрешают проблемы с внезапной болью во всех точках тела. Начиная от головы и заканчивая пяткой. Музыка Продолжение следует...